Книга открытым оком, тема мусульманства, вопрос 3227, 18 том. Когда читаешь Мудрости Востока, там столько искрометности? Есть ли такие летучие фразы в Коране? Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. Да, и не одна Коран, 18 суры, 18 яд. Ты думаешь, что они бодрствуют, а они спят, и мы ворочаем их направо и налево, и собака их растянула лапы на порог. Если бы ты усмотрел их, то обратился бы от них бегом и переполнился бы от них страхом. 31 сура, 18 яд. Не криви свою щеку перед людьми и не ходи по земле горделиво, поистине Аллах не любит всяких гордецов и хвостливых. И сразмеряй свою походку, и понижай свой голос, ведь самый неприятный из голосов, конечно, голос ослов. 49 сура, 10 яд. Верующие ведь братья, примиряйте же обоих ваших братьев и бойтесь Аллаха, может быть вы будете помилованы. О, вы, которые уверовали, пусть одни люди не издеваются над другими, может быть они лучше их, и женщины над женщинами, может быть они лучше их. Не позорьте самих себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзкое имя распутство после веры, а кто не обратится, те несправедливые. О, те, которые уверовали, берегитесь многих мыслей, ведь некоторые мысли грех, и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Вы ведь почувствовали отвращение, бойтесь же Аллаха, ведь Аллах обращающийся милостивый. 22 сура 47 аят Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не изменит своего обещания, и поистине день у твоего Господа, как тысячи лет, из тех, что вы считаете. 35 сура 41 аят Во имя Аллаха милостивого, милосердного, хвала Аллаху Творцу Небес и Земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что и ему угодно. Аллах мощен над каждой вещью. Книга притчи, 25 глава, 11 стих Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Сирахов 7.35 Бывалый в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому, люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные, да не ускользают от тебя. Сирахов 9.11 Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих. Стихотворение Общение и личный разговор. Бесследно не проходят, а врачуют. Нередко из души выносят ссор, а то и голову оттяпают на чурки. От нас зависит, с чем мы подойдем. Что собеседнику закускаю предложим. Не будет ли что хуже нам вдвоем, когда слова пересыпаем ложью. Особый запах заживления ран. Энергия лишь только плюсовая. Поймут ли перед ними небо ран. Подумают ли, хорошо быть с нами. И потому в потемках до пяти. Муштруя душу в сладостной истоме. Маршрут в молитве выверить пройти. И обнадежить тех, кто в коме стонет. Общение общительности сродни. Но это не одна и та же пьеса. Иные встречи столько разгородят. Что толпы лист через пролом пролезут. Не сетуйте поспешно. Не судите. Вот судья вплотную у дверей. Его узреть не только на молитве. Но там, где осуждением готовится огреть. Как жертва благовонная беседа. Увидит в прошлом руку иеговы. Она продвинет в первые последних. И тихим веянием притушит наши громы. Не мысля отсидеться в заперти. Мол одному сподручнее спасаться. Нет, нет, не так. Но к ближнему прийти. А ближний может дальним оказаться. И все равно извилистой тропинкой. Пройти к друзьям, засевшим по бойницам. И полномочной представить ниткой. Иглой, сшивающей по рехе дальним близким. 206 год. Игнатий Тихонович Лар.